Украина наконец-то получила решение в стокгольмском арбитраже по газовому спору с Россией. Пока, правда, решение промежуточное, финальный вариант будет к концу июня, но уже сейчас можно говорить, что существенную часть требований украинской стороны в Стокгольме удовлетворили. Больше не действует печально известный принцип «бери или плати», который был заложен в газовом контракте от 2009 года, и по которому Украина должна была покупать определенный минимальный объем газа у России, даже в том случае, если этот объем не используется. Именно этот пункт контракта и стал основой для многомиллиардных претензий «Газпрома». Речь шла более чем о 40 миллиардах долларов, и именно эту часть решения арбитража в самом «Нафтогазе» называют главным результатом. Об этом, например, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко. Удалось Украине также снять запрет на реэкспорт газа. Впрочем, рассчитывали в нашей стране не только на это. «Нафтогазу» все же придется отдать часть долга за предыдущие годы. Какую конкретно сумму, пока неизвестно, но предварительные подсчеты показывают, что это не меньше, чем 600 миллионов долларов. И как раз в этой части иска была одна из важнейших для Украины задач.